Песня 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 Евангелие Классея 18 глава 1 стиха 17 мы прошли с вами. 1-й домкового гравания, страница 131 влаченного фестивакта. 1 стих. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Видя, что учениками овладевает страсть чистолюбия, Господь смиряет их. И, в пример, бесчеславного отрока показывает им путь смирения. Так и нам должно иметь смиренный ум, впрочем, не детский, и быть незлобивыми, но не неразумными. Словами, если не обратитесь, показал, что они перешли от смиренно-мудрия к чистолюбию. Следовательно, должны были возвратиться опять к тому же, то есть смиренно-мудрию, от которого углодились. Но вы не молчите. Какие мысли приходят? Вот, прочитали это, Христос сказал, а мы что думаем об этом времени? Давайте так возьмем. Образовано особое место, называется Космодром. И набирается первая группа космонавтов. Человек должен быть первым. Какие качества его? Это самые-самые сливки общества. Первое, значит, что он должен быть партийный. КПСС. Второе, обязательно летчик, лучший испытатель. Первый, это все были летчики. Гражданских не было. Так странно было, что вдруг гражданские. А сейчас говорят, там такая борьба была смертельная. Две группы, одни за военные, другие за гражданские. И никто не знал, последнее решение принял генеральный секретарь. На каком уровне? Дальше. Чтобы был не старше 32 лет. Рост его должен был не больше метр семьдесят три. Там не вмещается. В танк не берут больших. Он не вмещается. А играть в баскетбол там по три метра. И вот какие данные должны быть? Безупречная характеристика. Желательно было, чтобы родители были партийные. Кого-то коллективизировали. Доказали верность партии. Там проверяли по всем качествам. И, наконец, две кандидатуры. Одинаково во всем вышли. Юрий Алексеевич Гагарин и Герман Степанович Титов. И на рассмотрение подали генеральному секретарю. Предпочтение отдавалось Титову. А почему Гагарина первого послали? Кто знает. Какое-то одно качество, которое не было указано в анкете. И он по этому качеству занял абсолютно первое место. Никто с ним не мог конкурировать. И особенно, когда он прославился и поехал по всему миру. Все именно это качество. Что мы партийные забыли. Хотя за рубежом коммунисты, так как СС для советских был. Презирали. Кто коммунисты? Комиссары. Выводили и сразу расстреливали пленных. Сразу же. Вот какое качество было? Единственное качество у Гагарина, которое ни у кого не было. Внешний вид лицов. А? Внешний вид лицов. Внешний вид лицов. Улыбка. А что лицо? Глаза у него, у Германа, у него русская улыбка. Свет дает царь. О! У лидера должно быть 6 качеств. Вот смотрите. 6. Ты лидер в семье должен быть, если хочешь быть. В поселении, в городе, в крае, в государстве, в мире. Первое качество, это я уже узнал, американцы исследовали во время войны. Когда убивали майора. Почему вдруг в атаку повел не капитан за ним был, а их два капитана. А выстречил младший лейтенант. Почему он теперь? А уже когда битва закончилась, те остались майором, а он полковником. Первое качество. Самое первое. Ну, это воображение. Воображением должно ты понимать, с чего начинать и чем заканчивать. Мы многое думали, когда в потерях мы думали, вот основа, что, ну кое-чего не могли предусмотреть, не знали. Даже здесь вот с Гагарином они не знали, какое качество будет первое. Первое, воображение. Все взяли, а это не взяли. Второе, знание. Знать дело надо. И третье, уметь. Уметь, как это выполнить. Четвертое качество. Четвертое, это решимость. Решил достигнуть этой цели. Ну, сейчас Степа залез, промотался, как в проруби, говорит, и глыза. И с леса пошел. Я видел, как отец тренирует мальчик. Он все время занимает первые места. Где? Поднимают одной рукой. На одной руке вот так вот, на турнике на одной руке висит. Это невозможно. Рука вот так вот выкинута, он поперек висит. На одной руке может солнышко сделать. Это невероятно. Ольга Корбут забирала олимпийскую медаль. Но впервые в мире судьи вынесли решение, чтобы больше никто так не делал. Она показала то, что сверх всякого воображения. Один сантиметр, и сразу спина будет переломлена, и калекана всю жизнь. Как она в воздухе летит, и на другой турнир падает на руки точно. И дальше переворачивается, в воздухе уже ее ловят. Это нельзя делать. Смертельно опасно. Но она это показала, и ей первое место присвоили. Решимость. Кто знает, лучший футболист в мире был Пеле. А он был кривобокий. И мать решила из него сделать прямого. Нашелся человек, который сказал, я сделаю. И сделал главного футболиста мира. Решимость. Вот решимости-то не хватает. Серафима Саровского спросили. Ну почему у тебя получилось, а у нас никак. Он говорит, решимости не хватает. Отрезал, назад ходу нет. А здесь свой трешали в плен, взяли, обещая с Богу не жениться. И вдруг плен освобождение там обидели пленных. Что делать теперь? Я обещал не жениться. А тут такая встретилась. Я прямо пересипеть не могу без нее. Особенно спать без нее никак не могу. Решимость. Дал слово, назад шагу нет. Пятое качество, которое необходимо. Лидеру, начальнику, беспощадность. Беспощадность. Вот кажется, все качества христианские от беспощадности не подходят. А какая ты спросишь? К разгильдяйству, к недержанию слова. Мы с тобой договорились. Почему ты опоздал? Мы за тобой в послании не могли достучаться. Почему? Не мог же ты на постели сепарировать лежать. Почему тебя не было? Послалищего ореха нет. Я к примеру говорю не о тебе конкретно. Я говорю не о комсарстве, не о государстве. Беспощадность, недержание слова. Обещался и нет. Не выполнил. Не заплатил. Пение растет. Не имей с ним дело. Отруби его все. Апостол Павел был беспощаден. И вы знаете к кому? К евангелисту Марку. Он однажды отстал. Его Иоанном звали. Почему он отстал? По мамке соскучился. Я садял. Они на машине ехали. Пешком. Много опасностей. Но он отстал и вернулся. И когда опять засобирались. Он говорит, я пойду. Павел говорит, не пойдешь. Ты отстал от нас. А Марк, мой дядя родной. Марк этот, Варнава. Варнава его ввел в круг апостолов. Он ему по жизни обязан, Павел. Он сказал, нет, дело не пойдет так. Он отстал. Ну, имеется висхождение. Ну, юноша же, молодой. Ну, еще раз себя спрашивают. Никита совсем же еще бестолковый. Ну, другой раз не отстанет. Ну, другой раз пускай не отстает. А он отстал. И не взял. А я ему за то, он говорит, и это было хорошо. Два светильника, Павел и Варнава. В одном месте светить слишком шикарно. Это берет Марка, а Павел избрал силу. Никаких миссионерских курсов не было. Никаких отделов не было. Два человека, все. Кирилл и Мефодий идут. Везде по два. А сегодня миссионерские отделы. То есть, сатана подыгрывает, показывает. А на самом деле ничего нет. Ложные, миражные отделы. Самое злодейское, что сегодня есть в стране, это миссионерские отделы. Беспощадные. Самое негодное. Самое лживое. Люди бьются туда. Всем кличку наклеить. Там, сектант, там, неретик. Они знают, не беседовал, не видел. Я постепенно в исследовании дошел до этого. И последнее, шестое качество, которого ни у кого из монахов в такой мере не было. Привлекательность. Шестое качество. Его нельзя создать. Улыбка Гагарина победила, привлекала весь мир. Не было тех королей, которыми высшие награды его не наградили. Впервые за всю мировую историю человек прорвался от земного тяготения. Вырвался за пределы, как говорится, Вселенной. А Вселенная, это все одна земля. Шестое качество у Германа не было. Он всегда собранный, внимательный. Лишний раз улыбка не проскользнет. Попович лишнее говорил. Этот знал, что сказать. И как улыбнуться? Улыбка, говорит, души. Поехали. Поехали, вот Гагарин сказал. Поехали, вот Гагарин сказал. Поехали немножко. Имя тоже тут роль сыграл. Герман, это же не узкая. Никакой роли Герман не играл. Только улыбка. Я еще считал. А он решал этот вопрос. Я документальный фильм смотрел. Герман святой. Герман святой, есть алясовский. Герман святой. Это внешний вид, конечно. Наоборот, Герман привлек за рубежом. Там имя это популярное. Наоборот. Герман Герин. Все стороны привлеклись бы. Нет. Улыбка. Не мог же он отвечать, но я Герман звать. Дальше. Так, я вот что хотел сказать. С чего началось. Вот если набирать космонавтов, определенные качества должны быть. То ученики ну были. Для Царства Небесного какое качество главное. Они брали не космонавтику. А вот патриарха избирали. Какое качество должно быть. Ну то качество, которое Господь, избирая учеников, выделил на первое место. Чувствование во Христе Иисусе. Исполнение благодати Духа Святого. Это мы считаем, шестая глава начинается. Деяние апостола. Кого они избрали? Хлеб раздавать, пироги печь. И то человека испытанного в вере твердого, неукоризненного, исполненного Духа Святого. А сейчас избирает как? Обязательно, чтобы была академия у него. Академия, в которой преподавали там КГБшники. Дальше. Обязательно 25 лет, не меньше, чтобы был стаж административной работы. Качества-то какие? Ну и хорошо сладиться властями. То есть уметь все отдавать без боя. Ничего и нет. Вот теперь он патриархом будет. Такого их берут уже заранее. А если бы по качествам, которые апостолов, избраны были, патриархом никогда бы ему не быть. И вот здесь говорится, а в Санкт-Петербурге, это не в космонавте, не в патриархе, а много выше. Но тут такие качества, я не знаю, что. Да ничего нет, ребенком взял, поставил, вот и все. Ни одного качества не показал. Будьте просты, не злобивы. Уж никак они этого не ожидали. Задавая, кто старше, кто больше, кто выше, каждый думал, ну, кого же я надбирать? Ну, конечно, меня. Вы помните, когда царь Артаксер спросил Амана. Амана, вот если царь решил кого-то наградить, выделить из народа, то что ему сделать? Он сразу подумал, ну, кого же ему царю выделять, как кроме меня? Посадить его на царского олашака, коня, одеть царскую одежду и провозгласить перед народом, и чтобы за ним самый важный человек, ближний царю, вел за узду и кричал. Так царь раздает честь, ну, что ты и сделаешь, Марк Дахеев. Вот так и сделал. Он сразу и по них понял, проиграл. Он наговорил, наговорил, применяет к себе. Мы должны всегда, что другому говорим, применять к себе. Раньше было как, судья говорит, смертный приговор, и выносит. Он обязан был сам застрелять его. А я не могу, тогда отменять приговор. А сейчас я написал, расстрелять, и пошел спать. А другой где-то там мучается, кто-то его выводит, кто-то расстреляет, кто-то плащет. Вот, понимаешь, я и говорю, как, вот избирать кого надо? На какая должность? Директором завода, как выбирает? Ну, вы знаете, сейчас умер там в Узбекистане глава. И сейчас разговоров столько. Кого на его место? Там кланы, кланы. Если он такой-то, он удержит власть, он сумел подавить оппозицию. Если иные будут, значит, Егин захватит. Это открытые ворота на Казахстан, на Россию. Всем будет плохо, все. Это вспыхнет весь Восток. И он умер, его три дня умер, а никто не говорит, что он умер. Кланы договариваются, кого выдвинуть. А выдвиженцы с каждой стороны есть. Вот считаешь, когда это непростое дело. А что нужно делать? Молиться. Господи, нужного человека воздвиги. Война, значит, война. Но чтобы он тебе был угоден. Это... Ну, на какое место-то? Сегодняшнее, как на какой-то Узбекистан. А это для Царства Небесного. Ну, так кто же такой будет? А вот, подвел его и поставил. Ну, конечно, это был ребенок не Пилатов, сын, не Иродов. Это был иудейский ребенок, обрезанный, с детства наученный Слову Божию. Знавший Бога и Богу. Ну, не надо путать-то одно с другим. Это был не ревлянин. Это был иудейский ребенок. Он пропитанный иудаизмом был. Он знал, что он Бога избранный. И вот будь таким простым. Если бы сегодня отбирали по качествам каким-то, то вряд ли кто прошел. Вот у нас сколько сейчас? Кажется, 8 что ли миллионов, я могу ошибиться. Девушек, женщин, которые никогда замуж не выйдут. Никогда. Потому что нет, нет за кого выходить. Нет. Разведенные, пьяницы, наркоманы погибли. В Чечню поколотили, в Афганистане. Никого нету. Их просто нету. И поэтому она за любого черного там, или как темного, выходит, идет, плачет, лежит там, и дальше не знает, что делать. А если бы их в ряд выставили вот так, и сказали, замуж выйдет самое ценное. И ей качество, во-первых, кротость, смирение, воздержание. Ни одного слова против мужа не скажет. Чтобы вставала часа на полтора раньше мужа. Ну, то есть качество необходимое, чтобы удержать мужа. Ну и что, какая здесь выйдет замуж-то? Мы слышали сегодня Златоуста? Как он говорит? Если в ней, где мать ее хранила, кому она нужна такая? Вот у мусульман, у них сегодня так. Если она университет кончила, вот, если не кончишь, просто училась в школе, писать, умеет. За нее нужно заплатить, допустим, три машины отдать. А если она училась в университете, закончила, только одна машина. Потому что она уже навыкла таким делам. Она уже либеральная ведет себя. Она мужу просто утрет. Мы в одной были, в другой стране. Я на кухне с ней разговаривался и все записал. Я говорю, скажи, как ты с мужем жила? Ну как? Ну как все? А что? Я умничала много. Я все время считала, что он ниже меня. Что мои советы более важные. И что? А некому советовать. Никого нету. Одна осталась. Нету. И вы знаете, этот человек был у нас крещение, принимал здесь. Я все время считала мужа ниже себя. А теперь, вы что сказали? Дорог. Вот и все. Ты должна была заранее знать, кто выйдет замуж, от которой есть послушание, вот эти качества. Ну и кто выиграет? Вот теперь ставь на конкурс. Кто из нас выйдет замуж из пятерых? А теперь пересчитай. Качества эти есть? Чтобы человек понимал, да, это находка. Это приобретение, сокровище и прочее. А не так. Еще замуж не вышло. Выезжается сюда. Дридо, я в гробу вашу потеряюку. Ну и поехали. Было такое. Я ж не был в гробу. Ну и что? А теперь жили, мотай. На кулак. Ты же она тебе сразу показала рожки. Как показано. Несет Игорек свою. Все. На руках. Подняла ее. И в первый этаж. Несет, смеется. Она говорит. Мы уже расписались. Можешь я с рук сразу на шею перелезу? Мы все равно расписались. Ну давай. Пятого по шестой стихи. И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. А кто соблазнит одного из малых стих верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жертв на шею. И потопили его во глубине морской толкования. Вы, говорит, не только сами должны быть смиренны, но если ради меня почтите других смиренных, то получите награду. Потому что меня примите, когда примите детей, то есть смиренных. Так говорит и наоборот. Кто соблазнит или обидит одного из малых стих, которые уничижают и смиряют себя, хотя бы были и велики, тому лучше было бы, если бы на шею его повесили мельничный жертв и потопили в воде. Выставляет на вид столь чувствительное наказание с той целью, дабы показать, что тяжкому мучению подвергнутся обижающие и соблазняющие смиренных во Христе. Но ты разумей, кроме всего, что если кто соблазнит малого и в собственном смысле, то есть слабого, вместо того, чтобы всячески поддержать его, тот также понесет наказание. Тем вернее, что слабый обыкновенно скорее соблазняется, нежели крепкий. Дальше, седьмой стих. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазну, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Повторяю. Как человека любец, он оплакивает мир, имеющий терпеть вред от соблазнов. Но скажет кто-нибудь, зачем оплакивать, когда нужно подать руку помощи? На это мы можем сказать, что и самое оплакивание кого-либо есть уже своего рода помощь. Часто случается, что тем, для которых бесполезно было наше убеждение, мы доставляем пользу, когда начинаем плакать о них. И они приходят от того в чувства. Под соблазнами, разумею, людей, предпятствующих нам в добре, а под миром людей вдольных, присмыкающихся по земле. Достойны Бог соблазняющие, что они же производят и нужду соблазна. Сами по себе располагаясь и решаясь на то, чтобы быть причиной соблазнов. Священному Писанию обычно называть жизнь грешных миром, а провождающих ее мудрствующими по земному. Потому-то ученикам Христос говорил, вы не от мира. Перейдите слово, провождающих, правильно ты считал? Провождающих ее. Что это означает? Проводящих. Ну то есть живущих, как не могло знать. В ожидающих время. Ну вот ты меру меру это скажи. Для мира послужит нас сегодня великим соблазном. Ну как так? Ну как таково считают? Ну и дальше все остальное, ну вот. Где словарный запас? Не любите мира и то, что в мире, они это уже перенести не могут. Она у нас вот была здесь. ТВ-24. Это я сказал, как это так может к ней относиться? Писание говорит об этом. Ну вот конкретно показать соблазну. Человек работает учителем. Он учителем может подать соблазну? Да. Или нет? Учитель в школе работает. И учителем много у нас. А они могут соблазну подать? Конечно. Какой? Конкретно показать. Надо перейти на практику. И чтобы этого не было. Как именно? Сейчас в новостях передают, что школа одна. Мне не было место, где 16 лет детей развращали в этой школе. Директор подал отставку, но уволился. Но пришло, его не уволили, а он сам уволился. Это в новостях передают. Ну конкретно вот. Вот он учителем сидит. Чем он может соблазнять? Подать соблазну. Ну он молится. Молится и решил акапис еще один перехватить. Два акаписта обычно читал, а тут еще три акаписта. Ну и опаздывает все время на 5-7 минут. Соблазна ли нет? Ученики собрались, кто не ругается, зашел, поприветствовался, Христос воскресе. Ну даже никаких. Урок начинается, а все видят 7 минут потеряно. Ученикам это гадает. Отпрыгивает, радует, учителя нет. Сказали, уроков не будет, Марья Ивановна заболела. Ура, Марья Ивановна заболела. Ну так соблазнен или не соблазнен? И притом это система. В церковь приходит, уже ученики стоят, а он опаздывает. А перейти только дорогу, перейти. Соблазнен или не соблазнен? Потому что везде опаздывают. Да, конечно, соблазнен. Еще раз, трудно признать. Почему? Потому что сам опаздываю. Причина того, чего. Ну скажи, пожалуйста, учитель, это соблазнен или нет? Нет, это соблазнен. Соблазнен. Теперь ты ученикам говоришь о том, что человек, есть храм Божий. Ты должен им сказать и то, что кто курит, наркотики принимает, разрушает этот храм. Все правильно. И вышел в туалет, и сам уже закурил, ученики видят это. Соблазнен? Фига какой. Ты говоришь язык, это неудержимое зло. Он использует смертоносного яда. Им благословляем Бога и проклинаем человека, сотворенного по груду Божьему. Я гневался и как матюнулся. Я говорю, ты что делаешь? Да доведут они тебя, ты шпана собралась тут. Ну правильно, ругать обещают. Они другого языка не понимают. Они понимают язык. Соблазнен? Да. А в чем думаете, я не знаю. Да. Да. Учить-то правильно. Что говорят делать, а по делам не поступают. И почему? Соблазнять. А Христос соблазнял людей? Да. Говоря, это, учитель, ты и нас осуждаешь. Когда он говорил, он говорит, вам горе. Те, которые за икутсков, ты вам горе. В ответ, кто бы не пытался что-то Христу сказать, а он говорит, и вам горе. И сразу выдвигал главное их качество. Главное качество сегодня у людей, которые куда-то рвутся, это зависть. Они сами ничего не могут делать. Вот здесь разговаривали, наш митрополит приезжал на Ларион. Мне передали, так я как передаю, и митрополит Сергий. И говорит, некоторые вот говорят, а Игнатия там, там, секта еще. Это чего-то говорят. Говорят, когда проверено никакое, не секта, имеет связь с московской патриархией, все, он письмо и подпись его не застает. Они, говорит, завидуют и могут, а сами ничего сделать не могут, что они делают. Причина одна. Ну, как просто, ясно и понятно. Они ничего не могут показать, ни детского лагеря, ни одной книги. Они не могут показать создание, там, деревьев, общины. Я беру большое. Они не могут показать прошлый опыт жизни, там, тюрьмы, лагеря. Они не могут ничего показать. Совершенно. В прошлый раз заходили, гимн у меня слушали? В Осете Библии? Да. Ну, слушала? Да. Но сейчас, говорят, у Щенкова надо получить эту гимн. Нашелся человек Владимир Мачалин. Написал стихотворение уже с весны. И вот к осени, видимо, нашел артистов, я так догадусь. И они положили на музыку, и это поется как гимн. Ну, ты слышал? Ну, как же так? Слышал, нет? Ну, я называл вас. Хотите сегодня, зайдите. Ну, это всего там слушать три минуты. Гимн в Осете Библии. То есть у меня в Осете Библии мой мир, в Осете Библии форум, в Осете Библии сайт, в Осете Библии ютуб. Все называется в Осете Библии. Эти слова в Осете Библии я выдвинул на свет. И книги больше не было. Вообще, в мировой сети вот этого слова сочетания не было. Я не находил. И сегодня мы практически здесь доминируем. То есть главное место, где мы еще где-то есть. А у нас десятки мест писания стихотворения в Осете Библии. И вот это так тронуло, что написал гимн в Осете Библии. И начинается профессионально. Послушайте, не пожалеете. Придите с шлешками, я перепишу. Колокольный звук. И дальше начинает петь. Ну, кто слышал-то? Ну, профессионально поется. Настоящий артист. Как будто бы специально видно, что он проникновенно. Во Осете Библии. Как на это Бог смотрит. Как у нас много врагов, друзей. А мы во Свете Библии, не унывая, понесем во Свете Библии и припев во Свете Библии. Ну, пойдем сейчас, не торопитесь. Зайдите. Это в славный бой. Послушайте. Я говорю о соблазне. Господь Иисус Христос умер за наши грехи. Вы в это верите? Два миллиарда мусульман в это не верят. И Иисус у них есть. И они признают, что у него мать Марья. Это написано в книге Коран. Мать Марья, она как была родная сестра Моисеев. А между ними 1600 лет. То есть совершенно человек писал, не знал. Она не могла быть родной сестрой ему. И как? 1600 лет между ними прокладка. Но не в этом дело. Они не верят, что он умер в воскрес. Просто умер. И все. На этом конец. Они соблазняются. И тогда, говорят, соблазн Христа прекратился бы. Соблазн Христа самый главный. Это настолько было сильно соблазн, что Господь запретил говорить о нем, доколе я не воскресну. Вот исцелился порожденного, там бесноватого. Преобразился на горе. И говорил, никому не говорите. Не говорите. Да коли Сын человеческий будет прославлен. Почему? Думали, что такое. Его вдруг взяли, убили. И вот он лежит теперь растерзанный. И люди засомневаются. Соблазнять это сомневаться. Чтобы тебе понятно было. Да какой же это Бог или Сын Божий? Поэтому, а когда увидели такие чудеса творить, и Он воскрес, теперь можно говорить. Да, Он Бог. Он истинный Бог. Истинный Сын Божий. Я думаю, это так учение о Троице было. Вот в одном месте написано Бог, в другом месте Сын Божий. Как совместить? Не совмещается. И тогда кому-то, видимо, мысль пришла, такому как... А-ля, это... Кто он? А-ля, Александрийский, да. Кирилл? Ну? Патриарх. Кирилл был, Александрийский. Ну, вспомнили, нет? Кирилл. Кирилл. А кто? Кирилл разве противостал Арию? Ну? Ария там много. Один. В основном-то Афанасий Великий. Он уже... Кто? Афанасий Великий. Он уже... Афанасий. Афония. Никто его не знал. Дьяков. Епископ один за одним подписывается с Арием вместе. И он вышел. Он только вопрос Арии. Да, может, я скажу слово? Да ты, Дьяков. Ну, может, я скажу слово? Ну, разрешите. Афанасий разрешили ему. Он говорит. Ария. Скажи, пожалуйста. Тебя судить кто будет? Как кто? Ну, написано. Христос сядет на суде. А раз он Христоса судить может только Бог без грешей. У всех как ширма с глаз спала. Тот говорит. Я здесь в ее подпись зачерпнул. Другой зачерпнул все. И все пошли в ту сторону. Одним простым вопросом все свалит. А дальше он будет патриархом Александрийским. Забыли все. И вот для иудеев соблазн. А мы, правда, до Христа распятого. Для иудеев соблазн. Единственное безумие. А для нас слава Божия. Самый большой соблазнитель это Христос. И соблазн, то, что умер на Христе. Самая позорная смерть. Более позорной времени не было. Там определяли. Вот у евреев у них определенно. Хулил мать. Прокер злосовище отца. И мать смертью умрет. Мать хулил. Там касть была одна. И защеленная там. Все. Ему рот раскрывали. И раскаленное олово в рот лили. А человек хулил Бога. Погружали в чар с дерьмом. Раскрывали рот, чтобы он захлебнулся. Человек что-то еще делал. Его душили. Иногда минуем в этом, в этом, в этом. Один готовил ему олово. Другой его в чар держал в рот. Сейчас потечет вместе с оловом туда. Третий веревку натягивал. А четвертый язык ему вырезал. Чтобы все казни совместить. А у нас так. Убил одного человека. Сто одного. Разницы никакой нет. Нет. Больше 15 лет не дадут. А смертная казнь отменена. Это же безумие. Сегодня голосует большинство людей. Из-за введения смертной казни. Смерть за смерть. Этого нет. Когда выносят приговор. Почему не учитывать того, кто убитый? Должен узнать его жизни. Что бы он сказал? Ты его. Я его прощаюсь, судья. Как ты прощаешь? Ты тебя он не убил. Убил да вот кого. А теперь он доктор юридических наук. У меня в день свадьбы убили сына. В день свадьбы. Бандит убил. Сейчас поймали его. И он будет сидеть. А все мы лежим в нее. Я за смертную казнь. Ты к себе это все применяй. И вот этот соблазн. Если бы Христос был победителем. Все покорились ему. И он бы просто разнесен был на небо. Живем. Вот как Илья. Соблазна бы не было. А так соблазн. Почему? Иоанн Затарус называет Христа Великий Беглец. Большой буквы. Беглец. Бьют в одном городе. Ведите в другой. Испугался. Повеление Божие. Да какой же ты верующий? А такой как Христос. Он бежал в Египет. Ему было сказано. Бегите. Великий Беглец. Надо научиться категориями священной Библии. Мысли. Вот здесь ответ. Главный соблазн подал Христос. Два миллиарда мусульман соблазнен им. В течение 1300 лет. То есть такого соблазна бояться не надо. Мы верим распятого. Который подал соблазну. Мы крестимся. Они говорят. Кому поклоняетесь распятому? Да, поклоняюсь. Так это же плотник. Плотник. Он Бог. Самое прочее, что строится на земле, это дело Назарея, плотника. Что люди из камня и из железа строят. Все гниет. Все жалеет. А у него все время движется. Кто знает сказку про три сосны? Как они? Знаешь? Ну-ка, расскажи. Ну? Давай, подольше. Да я не помню его. Не помню, значит не знаю. А что ты выглядел? Да, давайте так. Три сосны между собой разговаривали. Одна сосна говорит, я хочу такое быть, чтобы вырастить, такой заметный быть. И чтобы сделали корабль из меня. И чтобы на мне царь поплыл. А другая сосна говорит, а я хочу вот то-то сделать, такое-то, чтобы из меня люльку сделали, и во мне царь лежал. Ну и третье там такое же самое. Чтобы такое было, чтобы такое высокое было. Весь мир увидел, чтобы засияло все. На мне солнце взошло. И в дальнейшем, когда срубили, одну бросили там, лежит другое, туда. И у него ничего не получилось нету. Но дерево лежало, наконец-то. Ну вот дерево, дерево, эти ясли скотины. Вот тебе и. Но никто не знал, что в эти ясли положил младенца. Придет царь царей. Исполнил желание одной сосны. Вторая. Она говорила, я хотела быть кораблем. У нее царями с ней. А я из нее сделал там какую-то рыбацкую шлюпку. И что там смотреть? Но никто не знал, что он будет на ней. И скажут, умолкни, перестань. А третья пошла на Голгофский крест. И царь, солнце правого сияло до всего мира на тысячелетие. Как это все исполняется? В виде сказки. Но сказка ложь, а в ней намек добрый молодцы в урок. Кушкин говорил. Я говорю о соблазне. Как надо быть осторожным, не подать и не бояться, когда говорят, что это ложный соблазн. Ты увидел неправду и отмечил. Да как так? Это же священник. Да как ты посмел? Не имеет значения. Он поступил неправду. И неправду надо проявить. Чтобы другие не соблазнялись. Давай. Восьмой, девятый стихи. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и бросит себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержен в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Друзья, лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть вверженную гиену огненную. Толкование. Под рукою, ногой и глазом, разумею, друзей, которых мы считаем как бы собственными членами. Итак, если бы из числа и таких, то есть самых близких друзей, оказались иные зловредными для нас, то должны оставлять и отсекать их, как гнилые члены, дабы они не заразили прочих. Таким образом отсюда ясно видно, что если есть нужда прийти соблазнам, то есть вредным людям, то нет нужды нам портиться от них. Ибо если будем поступать так, как сказал Господь, если станем отсекать от себя причиняющих нам вред, хотя бы то были и друзья, то не потерпим вреда. Два Никита Андреевича рядом сидят. Один сонный, а другой полусонный. Это еще до нужной кондиции не дошел. Я на днях такую заметку себя заметил. Вот присядь себе, сидим за столом, целый день вымел дрова. Там отбрасываем, шпалом. Я вот так вот взял, налил чаем и я пью. Я первый вот так сделал, а второй уснул. А я рядом сидят и разговариваю. Уснул и чувствую, по губе, по бороде, на брюхе течет. Тогда только глаза открыл. Первый раз было такое, это доля секунды была. Вот до такой степени организм выработался, что во время, когда пил и в это время уснул, такого еще не было. Самому сделать даже смешно. Уснул? Уснул? Пораньше вставай. Вот поставь себе задачу вставать, не позже пяти часов. Еще из тебя получится. Будешь спать тогда на дороге. А что буду считать? Как выработать на сегодняшнее время? Ну-ка. Прямо светится сегодняшнее время в этих последних строчках. Просчитайте. Толкование в последнее время? Да. Сущие это захватили. Полностью, да, стих? Да, немножко. Если же рука твоя и нога твоя соблазни. Вы, вы, где-нибудь рассказ считали про это? Соблазни. У Николая Семеновича Лескова гора называется. Когда к предхристиану была поставлена задача сдвинуть гору, никто не мог. И только один сапожник был такой, и он выпал себе шиво в глаз. Церковь категорически запрещает членомредительством заниматься. А вот в Писании есть такое, что церковь прославляет. Одна девушка ходит в храм. Как только выйдет, с одной, то справа, то слева юноша, один и тот же. Она говорит, до каких пор ты будешь преследовать меня? Я говорю, не могу уже, устала от тебя. Я иду в храм молиться, и он ей в любви изъясняется. Вот однажды она дома сидела, а он перед домом прогуливается. И она служанке говорит, позови его. Пускай этот Володя зайдет, я с ним поговорю. Зашел. Скажи, почему ты меня преследуешь? Он говорит, я не могу смотреть, какие у тебя глаза. Это озерки и севодские. Какие они глубокие. И все? Да. Она как сидела, еще много дела. Два раза ткнула, оба глаза вышила себе. Представь, сухровица, по щекам тебе еще. Выбила оба глаза. Ужаснулся юноша. Там монахом стал, он отрекся от всего. Церковь категорически запрещает это. Категорически приняла каноны. Но это было сделано в более ранний период, когда никаких канонов еще не было. Написано, кто оскопит себя ради Царства Небесного. И были люди, которые сами себе произвели кастрацию. Такое было реген. Пресвитер. Похоть. Ничего не мог сделать, взял, кастерировал себя. И так неудачно этого не умерли. Церковь категорически запретила это. Вывела канон особый. Если такое было, никогда его не рукополагать. Если был пресвитером священника, извергнуть его. Ты умом постигни. Семен Столбник стоит. Он не знал, что Столб сделал. Только не иди никуда. Приковал себя к скале. Взял цепь, задом приковал и стоит. И он подошел к нему Милетий. Милетий это епископ. Учитель Яна Вратоуста. Епископ его. Когда он был пресвитерным. Он стоял, он смотрел на него. Долго стоял. Тот уже засомневался. Что-то не так. Он сказал, а зачем ты приковал себя? Цепь не нужна. Волей себя надо приковать. Волею. Вот и все. И он понял, разорвал эту цепь и ушел. Но есть такой фильм «Кукушка». Кто видел? Когда финны приковывали преступников. Чтобы они советские войска задерживали. Он снайпер. И как он сумел себя отковать. Видела? Вообще фильм очень интересный. Вот такое дело. Надо волею это решать. Волею. Да как волею? Это же чувство человеческое. Ничто человеческое не чуждо мне. Сила воли. Хотя я смотрел, как он парня это учит на этом. А другой учил его на мотоцикле. Специально маленький поток, большой мотоцикл. И какие он гоночные призывы выигрывает. Я так думаю, он где-то погибнет. Это невозможно. Один пихор каждый и он. И опять я поднялся. Каждый день отец им занимается. Каждый день. Может кто-то видел? Гордеет такой. Мальчишка стоит. Ну, какой он, например. Гордеет из Бальдерут. А отец у него где-то в посольстве или где в Китае работает. И он в китайской студии отвечает на вопросы по-китайски. Там такой смех стоит. Там сидят такие грамотные люди, академики, все. Задают им вопросы, которые никто из них не может ответить. Это он свободно говорит. А сколько пословиц на эту тему? Он говорит 4587. Ты так аж. Ну, и сколько ты знаешь? 4587. Ну, ты вынил курицы, ребят. Какие тебе приходят китайские пословицы? Он надумал, что вот эти соски выпадают. Правда, Бог вам не рассказывает. Он говорит, я слушаю вот так. Что по-китайски не зададу, он все отвечает чисто китайским языком. Вот такой мальчишка. Я даже сомневался, сам ли он отвечает. И он как-то видит. Вот минута, вторая, третья, четвертая. Он ни разу не моргнул. И тогда одна китайская репортера говорит, а почему вы не моргаете? Я подумал, что у него вот есть рассказ у Тургенева. Песня торжествующей любви. Когда он вчера одеянием его ночью поднимал. И она встала с постели, и идет к нему через сад. Она не понимает, что делает. И он стоит, а отец где-то в стороне. Китайские там мелодии, играет на их инструментах. Ну, китайская студия, там народу море. Там все сосны выпадают. Как ответит, ответит. А вот на такой вопрос-то как бы ответил? Он как ответил, он не вот так вот за уши на сердце все. Он берет из всех ответов самый юморной и самый правильный. Почему отец для тебя все время с ним занимается? Занимается. Я слышал вот такой мальчишка, кажется, 4 года у баптистов проповедует стоит. Призывает к покаянию. Ну, если закрыть глаза, то ты подумаешь, что большой взрослый человек. Прямо таким призовым давлением покойчись этим миром. Приди ко Христу, покайся грешник. Почему ты не отдашь свое сердце? А они только едва говорить умеют. Это учить надо. Все время надо учить. Поехали. 10-11 стихи. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сил. Ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Толкование. Заповедует не презирать и не уничижать так называемых малых, то есть нищих духов. Но великих пред Богом. Они, говорит, так любезны Богу, что самые ангелы защищают их от вреда демонского. Всякие верующие, и даже все мы, люди, имеем ангелов-хранителей. Но ангелы малых и смиренных о Христе так близки к Богу, что они предстанно созерцают лицо Его и предстоят Ему. И всего видно, что хотя все мы имеем ангелов, но ангелы-грешников, как бы стыдясь за наше недерзновение, и сами не имеют дерзновения зреть лицо Божие и молиться за нас. Напротив ангелы смиренных зрят лицо Божие, потому что ради их, как праведных, имеют дерзновение. А что такое дерзновение? Смелость. Слово дерзновение, как понимать? Смелость. Еще? Смелость. Да. Но смелость и еще что-то... Решимость. Решимость. Тоже можно сказать. Громче. Дверенность в том, что ты получишь. Да, смелость, это просто полоса. А дерзновение, это, как правило, предполагает сопротивление и препятствие предаведения Ему. Что-то мешает. И вдруг дерзновенно встал и перед всем народом обречил. Вам, афиняне говорю. Или как Степан, дерзновенно сказал. Вы, руками таких распяли Иисуса Христа. Он пошел против всего Синедриона. Он не просто смелый, а какая-то пробивная сила дерзновения. Вот сегодня я говорил, что у меня есть желание подать в суд. Я со своим адвокатом, Севастянов, перезвонил. Он говорит, тут есть такая трудность. Я говорю, трудность та, что он находится в Кемерово. Ну да. Но я обсудил, сознаю где. Суд будет там. Мне нужно ехать в Кемерово. А он не пришел раз и другое. Я сказал, что я никогда туда не поеду. А как? Ну, вначале следует написать на ТВ-24 пределитель. Как вы туда вставили такое, когда это ложь. Второе. Чтобы это было обдумано. Решили отложить до 10 октября, когда я приеду в Барнаул. Знаешь как? Не спеша. Я говорю, а не будет? Нет, три года это действует. Три года. А они там наплели. Взять все можно. А почему нет? Где немного лет уже на меня преследует эта епархия. Я их называю епархией Манкуртов. Совершенно необоснованно. Просто плетут. Претут что? Голову придет. Я сегодня посмотрел. Прогрету. Вот там столько на плетен. С 12 по 14 стихи. Как вам кажется, если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Толкование. У какого человека было сто овец? У Христа. Ибо все разумное создание, как ангелы, так и люди, сто овец, которых пастырь Христос, так как он не овца, то есть не тварь, но Сын Божий, он оставил 99 овец на небе, то есть ангелов, и приняв взрак раба, пошел искать одну овцу, то есть человеческое естество, и радуется о нем более, нежели о твердости в добре ангелов. Кратко. Это означает, что Бог плечется об обращении грешников, и радуется о нем более, нежели о подтвердившихся добродетели. Вот у кого-то задача, 100 овец, 99 она потерялась. А как ему знать, что она потерялась? Ну как? Считай. Я вижу, одна пастушка здесь закрутила их, и они стоят. Стоят 5 минут, 10, 15, 20, 25, и стоят там на крапиве, около озерка. Я пошел, в наушники, в ушах, слушает она что-то. Я говорю, сколько у тебя овечек? Вот так вот. Она не знает, не знает. Перед ней несколько овечек. Примерно 2-3 овечек давно ушли, а они уже там, говорится, на той стороне, я их завернул, а они опять обошли овечек, опять завернул, а они полностью потеряны для нее. Если сто овечек, 80 потеряли себе, она не видит, она не знает. Я говорю, ну ты посчитай, сколько? Ну я не знаю. Ну ты видел, это же 100 и 20, это же большая разница. Я говорю, туда пойди, вот это поля. Вот здесь вот, на нашей старой бане. Здесь вон, где-то. А стоит там, костровый круг где. Как? То есть, природного пастуха здесь нет. Пусть некоторые не обидятся, я скажу это, что есть кто пасет, и пасет хорошо. При всем моем, ну, насторожении против одного человека, он пас хорошо всех. Саша Муха. Он пас очень хорошо. Я сын пастуха. И он их гонял по околку туда, до самой линии, и там оттава, кошина, он выворачивал на них. Я и говорить не хотел. Ну, я скажу, что вода отделяется, зерно. Если хорошо пас, почему не сказать-то? Он пас хорошо. Поговорил я с решеники динул. А я не люблю пасти. Любишь, не любишь, это валюта ваша. Да там блок, там вода, я сапоги снимать не хочу. У меня дырявые сапоги. Ну, разве это ответ? Последние дни, последние дни очень хорошо пас осень. Я тогда пришел, даже матери всем сказал, смотри, ну, еще, еще не было, просто сказал, другим сказал, ты возьмите пример, где он. Как-то Лена сама пошла пасти, гляжу туда, на лагере, и видите, ну, есть, которые пасут. Все, а дубов, возле лагеря там крутят, и на пляж зайти нельзя, как будто бы там стоило какое-то. И они теперь лезут туда, там нельзя, а они тут лезут, берег обрушают, прям на днях видел. Мало того, где баня, туда прогонять, там пьют уже. Только туда не погонят, ну, прогони маленько, там они напьются. Наш отец так не делал. Наш отец, это был природный, талантливый пастух. Он знал, какие травы, в какое время, как напоить, когда погнать, все это. Вот об этом, что же она должна знать? 99, одна потерялась, особо знает. Понимаете? А я никогда не задумывался раньше. А когда увидел, что теряет больше половины и не ищет, это означает, не расположен. Я пас. Я каждый день почти считал, и нещет. А их было, сейчас я не могу сказать, кажется, 1200. 1200. Ты понимаешь, что такое 1200? А теперь хозяева, давай отначально, я думаю, а как я буду принимать? Я стал записывать, какое ухо, как помещено, левое, правое. А иной покупает, у другого умещенную. На нем еще свое делает, я вот там, в сорочинной, говорится, тряпки висят тут. Записал. Мало того, какое белое, какое черное, где пятно. А потом давай составлять каталог. Как находить? В течение одной, полторы минуты, из 1200, я мог найти любую овечку. Сейчас заболел овечкой. Кто хозяин? Так я думал, меня можно есть. А Валя сидит и говорит, я знаю, братка, я знаю, что ты придумаешь. Я вот такие вот, ленты такие, и на них написал, левое ухо вправо, левое 0, ничего нету, второе, если пориного, так, обувает сбоку, рубчик, обувает там, вилка, и вы здесь, или с ухо, с торца, или с боков, сзади, или спереди. Иногда дырка. Иногда бывает заслонка, вот так вот, а где? И когда осенью стали раздавать, а они привыкли тащить, как, а я кмитки выдаю, написано фломастером, а не хватает там, не твоя, но пятно мое, твое у тебя, это белое пятно слева, у тебя справа, а не назад. И другим говорят, еще не могу, а все годы раздают, и не хватает там вещей, не хватает, а не давай карандашом подрисовывать, а я же вижу, фломастеры, карандаш, разница есть, вкорчено пригнал, раздавал. Все получили полностью. Так я сколько думал, я это отобразил, у меня в книге, открытый рок, а во втором топе, про овец, какое ухо, как метить, это компьютер настоящий. Заболела овечка, 1200. Я в паузу, глянул, вкатал, первый, второй, третий, то есть они на 8 категорий, 8 на 2, с двух сторон, 8 на 4, это 32 позиции, я их мгновенно находил. Думал, 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 составил, а отец мой все на память знал, он это бы не составил, он знал, его нельзя было обмануть, он не пил, не пьяница, но когда он дал овечек раздавать, или стричь, ему подавали, в знак уважения, но он, но уважается, за стол держится, стоит только, все спрашивает, ходит, ходит, овечек нет, нет овечки, Тихо Дмитриевич, нет овечки, он стоит, нет, холеру, вон она, где прижалась, она подошла, в самом деле, с мужем, как ловили, ловили, не могли найти, одной овечки нету, глаза не глядят, глянул, точно скажет, когда она погулялась, то есть покрылась, когда у нее ягненок будет, от какого барана, все наизусть знал, ни одной записи не знал, это человек, от детства дается, маленькие рассказы, тетка говорила, когда там, были он, маленький был, ночью, встанут пойти, корова отелилась, или нет, тишка обязательно за ними, а через заграду, это не видно, он под низ, ляжет, подворотся, смотрит, это в человеке, заложено, и вот этот пастух, настоящий, я могу брать своего отца, как пример, придет, у меня ягненок потерялся сегодня, мы с фонарем, ходили по степи, искали, и находили, он перед тем, как выгонять, не кажется, распахнул оборота, он зайдет, походит, всех овечек понемет, не хромает ли какая, что, ягненка это, возьмите отдельно, пойте молоком, мы чего-то не домогаем, это пастух, настоящий, и применит их божественного, так с нами Господь поступает, где-то маленько, что-то не замок, почему-то тебя, тяги нет к молитву, храпку не тянет, и маленько оттуда переворачивай, к себе, вот такого пастыря надо, искать, кто из них должен, освященник, а тот, который душу полагает, с 15 по 17 стихи, если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обречи его между тобою и им одним, если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего, если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово, если же не послушает их, скажи церкви, а если церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь, толкование, дабы ты, соблазняясь, не пал совершенно духом от того, что соблазняющему угрожает горе, я хочу говорить, чтобы ты в случае соблазна или вреда обличал обижающих и вредящих тебе, если они христиане. Итак, если обижает тебя неверный, в таком случае отступись и от имения своего, если же это брат твой, то обличай его и только, ибо не сказал, досади ему, но обличи. Господь хочет, чтобы согрешающие и обличаемые были сперва наедине, дабы от обличения при многих не сделались бесстыднее. Если же не устремиться и по обличению при двух или трех свидетелях, тогда объяви грехе его предстоятелям церкви, ибо когда уже он не послушал двоих или троих, несмотря на то, что по словам закона при двух или трех свидетелях должно стать, то есть быть твердо всякое слово, то остается только, что он вразумлен был церковью. Ежели же и ее не послушает, то пусть будет отлучен, дабы не заразил своим злом тебя и других. Подавляет таких братьев мытарям, так как мытарь был предметом особенного презрения. По отношению же к обиженному это составляет утешение, то есть что обидчик его почитается мытарем и язычником. То есть хищником и неправедником, или грешником и неверным. Все это ладно. Так не сопеть, именно облищить надо тоже. А в Жихиях это не приветствуется, вот это вот, и как. Один пришел в голову и просит кель «Дай мне где-то пожить, мне немножко, три месяца, пока я свою построю». «Ну, на 14-4 месяца ты не построишь». «Построю». «Ну, прошел три месяца, не построил». «Ну, он говорит, мне еще месяца два, да, я построил». «И два места прошел, не построил». «Он говорит, там ученик, уйди, скажи ему, пусть покидает». «Ну, договорились на три месяца, уже пять месяцев». Ученик пришел и говорит, «Учитель мой тебе финики прислал, он любит тебя». «Ну, поблагодари его, я еще не могу никак построиться». А он не договорится, приходит и говорит, он предать тебе, передается. «Какой привет?» «Я сказал, уйди со всем, опять посылает его». «Сколько можно ждать?» «Он приходит, опять говорит, ну, надо сказать, учитель говорит, выметайся оттуда, и мне тут люди пришли надо». А он никаких на учителя на своего не возводит, ну, а берет на себя и говорит неправду. «Учитель очень рад, что ты живешь здесь, хорошо, что ты не ушел». «Ну, тут, дело никаких, он палку взял и пошел сам выгонять его». А тот увидел его и со всех ног бросился, идет сам, упал перед ним, дотягнулся, что видишь, он не знает, что он посылал его выгонять-то. И благодарит, это все в жизни я приветствуюсь. Вот видите, как он обманывал, он не говорил, а получилось-то уж так-то хорошо, хоть в одной келье ложись спи. Нигде, слава Божьей, это не научат. Уминоват? Обрещи. Все, на первом этаже вопрос закончился. А не принял. Двух-трех братьев на второй этаж. А если нет? Ну, тогда на третий этаж там собрание сверка сидит и с головой оттуда его. и все, батареи. Расписание совершенно не так учит. Так а разве это можно? Тебе не надо рассуждать, уже ответ да, и толкование дано. Никаких поворотов. Ты обязан пойти обречить, не сопеть за углом. а то накапливает обиды маленьким язычком-то помыгивает его. А нужно сказать и обречить. А он обругает меня, он про меня могу пустить. Ну и сиди, молчи тогда, если про себя знаешь что-то. четкая программа. Если бы по этой программе вели, все бы видели, что мы кремень непоколебимо твердый держать будем. Тот курс, который нам Бог назначил. виноват начальник, обречи его. Ты знаешь, что он злой, а что из этого получится. А вот это мне не надо думать, что получится. Я бы кричит не знал, что Иерус не послушает. Знал. Он не мог не знать. Голову отрубили. Примерно века тысячелетия. 18-й стих. Наверное, снял. по счету занимайтесь. Сейчас. Куда? Когда считаете, все это применяйте к себе. Это не две тысячи лет назад Христос сказал. Слово Божие живо, оно не умерло. Оно сегодня действует. И действует. 99 и 100. Он считал. А как я считал? А в загоне. В загоне утром ухода где я стою и считаю. стою и считаю. И однажды не досчитал пять овечек. Пять. Что я сразу выпустил коня, сел на коня у батюшки и допустил эти, там околки какие, там едва видать. А околки проехал все и кого только я не встретил. А овечки потерялись. Я проехал все лага до Коршевских, до Урыбских. Потерялось пять овечек. Да кто бы про них знал, если бы их не считал. Раз просчитал. Спрашиваю, ты считаешь сколько коров? А коров у вас можно пересчитать на пальцах-то? Нет. Ну а сколько ты? Домой гонишь, я говорю, а вернись назад, четыре коровы стоят. А вы все не знаете, что обед начинается с тринадцати? Наш пастух в тринадцать загоняет, ваше двенадцать. Отсчет за фокусы для нас. Определись определенно. Нам ты написала с тринадцати. Наш пастух так и делает. Ваше в двенадцать, а вы гоняет даже в три. Вы гоняет следующий идет за ним. А он загнал нас сейчас раньше. Я детям сказала, что нужно обед уже два часа, потому что мало. У вас всего три. Три двора. Напишите поменять бумажку и передай, скажи, делайте, вот как я постановил. Ты главное. А не будем делать, будет. Куда он делится? Отворот по ворот. Заверните его назад, паси еще час. Наш пастух будет пасти, ну считай, это не один недель, это устина до обеда ваша полностью будет строго по графику. Как вы указали. Я говорю, посмотрите, во сколько сегодня загоняют. В 12. А чего ради? А не трудно, то есть не брежение, не довело до сведения. Раньше так было. В 4 часа у вас обед был. В 12, а в 4 выгоняют. Слишком шикарно. Корове там прясно, дрызть не надо. Вы накапливаете, чтобы на зиму ей витаминов хватало. Ну не любят. Я все никто простет, я даже не знаю, кто к скотине относится не по-скотски. По-человечески, не знаю. Прямо стоят иногда в этом выгоняйте лох. Этот лох уже обьер, как футбольное поле. Ну что ты подальше не прогонишься. Поле сейчас можно на той стороне. Там у везде сено, там отава растет, колорощие Новозолинска где-то. Как-то к этому надо подойти посерьезно. Я вечер вот пазох, мы до Андрея Шеолога гоняли, и куда он сколько только видно. Каждый день. Зови, мы воним. Песня. 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 Господи, благодарим Тебя за тихое мирное время, за этот чудный воскресный день, за возможность слышать Слово Твое Святое и толкование Отцов Церкви. Слава Тебе! Благослови, Господи, нашего брата-пастыря, путешествующего, брата Рея Кимова, обративо с миром. Посети, Господи, нищих, сирот, вдов, одиноких, страждущих, болящих, гонимых за веру, томящихся в узах за Слово Твое, милующих, питающих нас, подающих нам милосты, и всех православных христиан, посети милостью Твоей, и пролей, Господи, милость Твою и на детей наших. Тебе за все хвала, слава, чести, похлонения, Отец, Сын и Святой Аминь. 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 Продолжение следует...